Искусство, доступное для всех, в Приморском академическом театре имени Горького впервые прошел спектакль, который сопровождался сурдопереводом. На малой сцене для людей с нарушением слуха сыграли варшавскую мелодию. Мария! Он опять, опять задает вопросы. Ну о чем? О чем вы думали три дня? Да вы должны меня ослепить. Вы должны показывать себя в лучшем свете. Артисты театра Валерия Запорожец и Сергей Коврижных рассказали трогательную историю про любовь. А третьей актрисой на сцене стала переводчик русского жестового языка Лидия Соболевская. Ей специально шили белоснежные перчатки, чтобы можно было разглядеть все жесты в полумраке. Так больше двух часов девушка четко и эмоционально переводила диалоги главных героев. Ой, это требует большой на самом деле подготовки, это требует артистичности. Это на самом деле очень интересно. То есть я такой же актер, как и другие. Но при этом я еще должна перевести на другой язык. То есть это действительно трудоемкий процесс, трудоемкая работа, но вместе с тем очень даже интересные. А в этом спектакле что было самое сложное перевести? Что было, наверное, невозможно. Это акцент главной героини, потому что там польский. И все слова, которые, например, она пела на польском языке, первую песню, да, потом она будет петь на русском. Но, то есть польский язык, тем более жестовый польский, я не знаю, поэтому я просто ничего не переводила. Вот это самое такое. Очень хотелось бы, но не получалось. Судя по реакции в зале, Лидия Соболевская со своей задачей справилась на отлично. Зрители получили непередаваемые эмоции от постановки. Сегодняшняя встреча была, наверное, есть, удивительная, приятная, потому что спасибо организации Театра Горького. Нас пригласили первый раз на такую встречу и первый раз с урдопедагогом профессионального уровня. Я смотрю за реакцией детей, им очень интересно, восторг, потому что и происходят действия такие. И взрослые жизни, можно так сказать, они переживают вместе с урдопереводчиком, вот, и эмоции, наверное, их переполняют. В Театре имени Горького намерены сделать такие спектакли доброй традиции. Ведь театральное искусство – это то, что объединяет людей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.